Президент Ильхам Алиев в своем выступлении, имевшем место 13 апреля, коснулся стратегической цели, которая заключается в подписании мирного договора с Арменией и движении в направлении устойчивого мира и сотрудничества. Понятно, что процесс этот будет непростым, потому как армяне всячески будут пытаться отстаивать статус Карабаха. Притом, скорее даже не в повестке мирного договора, а в целом, манипулируя этой темой в глазах мирового сообщества и пытаясь возродить работу Минской группы ОБСЕ, чтобы добиться некоего статуса для Карабаха. Такое мнение в беседе с Минвалас высказал председатель Центра анализа международных отношений, политолог Фарид Шофеев. Вторым важным моментом выступления президента, по мнению главы ЦИАМО, стала проблема двойных стандартов, которые испытывает на себе Азербайджан на международной арене. Двойные стандарты проявляются в различных формах, это известное сравнение с Байрактарами и другие моменты, с которыми периодически сталкивается Азербайджан, отметил Шофеев. Глава ЦИАМО напомнил, что даже руководитель ВОЗ заявлял о существовании двойных стандартов в отношении к вопросу беженцев. Что касается Зангизурского коридора, то, по словам Шофеева, армяне цепляются к тому, что в тексте трехстороннего заявления касательно лачины используется термин «коридор», а в случае дороги из Зангизура в Навчеван такого определения нет. Однако используется функциональное описание работы коридора. Речь идет о беспрепятственном движении людей и товаров, то есть, говорится о практически двух идентичных режимах. По словам Шофеева, если Армения откажется выполнять свои обязательства по налаживанию Зангизурского коридора, то и мы тогда не обязаны делать то же самое палачину. Это, отмечает он, и подразумевал президент, когда говорил об ответных действиях. Есть много других главных моментов в его выступлении, но хочу заметить, что стратегически для нас важен один фактор – формируется повестка дня по миру на Южном Кавказе. Очень важно, что в этой работе принимает участие Европейский Союз, и самое главное, то, что мы переходим на двухсторонний формат переговоров без посредников. «Это совершенно новая глава в переговорном процессе, и я надеюсь, она будет успешной», – резюмировал наш собеседник.